12 декабря 1993 года в Российской Федерации приняли Конституцию. За почти 30 лет существования главный документ переписывали трижды, и все три поправки были при Путине. Техническое президентство Медведева в расчет мы брать не будем, хотя именно Медведев увеличил срок президентской службы для Путина с 4 до 5 лет. В 2014 году из Конституции вычеркнули Высший арбитражный суд, его упразднили, а полномочия отдали Верховному суду. Но самая масштабная редактора была в 2020 году. Поправили, так сказать, 41-ю статью, и все это только для того, чтобы Путин смог снова пойти на так называемые выборы. Сейчас уже можно сказать, что Конституция России не имеет ничего общего с тем документом, который принимали в далеком 93-м. Ну, а что предшествовало этому? Как всегда, ложь. Путин в нулевых неоднократно говорил, что Конституцию менять он не собирается. Другим странам, к нам в том числе, они предъявляют какие-то повышенные претензии. В том числе дают оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа Совета поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Мозги. В итоге даже та Конституция, которая сейчас есть в Российской Федерации, не работает. Россия не демократическое государство, народ в ней не является источником власти. Человек, права и свободы уже давно никакая не высшая ценность, и это только несколько пунктов главного документа. Конституционный суд давно потерял свою независимость. Последний, так сказать, несогласный судья Константин Ароновский ушел в отставку и покинул страну. Ну а глава Конституционного суда дарит сегодня Путину кирпич из принятых решений. Мы к 12-му числу Конституционный суд изготавливает кирпич. Но это не все наши решения, потому что вы сами сказали, сколько назвали. Но дело в том, что здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику. Там подписи всех наших судей. Вам самое доброе пожелание. Спасибо большое. Как гаранту Конституции. Здравствуйте. Прежде всего. Спасибо. Всем коллегам большое привет. И слава благодарности. Спасибо. Благодарю вас. С вами на связи один из авторов этой Конституции, Георгий Сатаров, ныне президент фонда Индэ. Георгий Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы полагаете, какие еще правки внесут в действующих Конституций в ближайшее время? Это несущественно. Это все равно, что задавать вопрос по поводу трупа. Какие еще лечебные мероприятия будут проводить с этим трупом? Хотя он уже труп. И оживить его невозможно. Видите ли, дело в том, что между математикой, к которой я имею отношение по, так сказать, бигграунду, и юриспруденцией есть некое сходство. В частности, Конституция – это все равно, что система аксиом для какой-нибудь математической дисциплины. И если в системе аксиом есть высказывание такое «верно-а», и есть одновременно высказывание «верно-не-а», это значит, что в этой системе аксиом можно доказать любое утверждение. Ну, естественно, касающиеся тех объектов, которые рассматривают это дисциплины. То же самое и в юриспруденции. Если в Конституции есть утверждение, а у нас несколько таких пар «справедливо то-то», или «действует то-то», или «верно то-то», и есть одновременно утверждение «неверно то-то», то можно делать все, что угодно. То есть эта Конституция, как юридический регулирующий документ, он перестает существовать. Вот у нас точно такая же Конституция. У нас они не рискнули менять первые две главы, потому что там более, так сказать, серьезная процедура. Но поменяли, связанные с тем, что утверждается в первых двух главах, поменяли кое-что в остальных главах. И Конституция перестала существовать. С ее помощью можно доказать все, что угодно. Вот и все. Поэтому Конституции у нас нет. Это значит, что у нас нет государства. Но не только поэтому, естественно, у нас нет государства. Ну, получается, что Конституцию заменил собой Владимир Путин. Теперь он, вот все, что он скажет, так и будет. Ну, на самом деле, наоборот. Конституция, это произошло в другом порядке. Сначала появилась вот эта практика, которая фактически антиконституционна. И, собственно, дальше внесли такие поправки, ну, в главы выше второй, которые сделали возможным обоснование этой практики. Вот и все. Но тем самым говорить о существовании Конституции абсолютно бессмысленно. Знаете, тут лидер «Расправедливой России за правду» Миронов сказал, что, по идее, можно внести такую правочку небольшую в Конституцию и отменить запрет на государственную идеологию. Как вы полагаете, получится ли что-то такое? Да никаких проблем. Естественно. Более того, получится не только внести, не только, так сказать, отрекламировать, не только проголосовать за это и утвердить, но и доказать, что это юридически корректно. Конечно, я же сказал, что в системе, где верно и А, и не А, справедливо любое утверждение. Поэтому тут как бы к трупу это ничего не добавит. Ничего, так сказать, юридического. Поэтому я не понимаю, что им мешает сейчас это делать. Никаких проблем по факту. Хорошо. Еще такой вопрос. Смертная казнь, что с ней будет? А, вы знаете, я боюсь, что в своих снах и в своих ночной невозможности заснуть они думают о том, что будет после. После они будут бояться ввести смертную казнь, потому что будут бояться, что ее отменят последней. Вот это введение смертной казни отменят последним по известным причинам, и я думаю, вам понятно. Поэтому вряд ли они рискнут это делать. Я верно понял, что они боятся сами стать жертвой принятого решения об отмене моратория на смертную казнь? Да, конечно. Естественно. Георгий Александрович, наверное, риторический вопрос, но не могу не задать. Как вам кажется, может быть, в будущем и упразднят такой институт, как Конституция в Российской Федерации? Документ никто не знает. Владимир Путин, в общем, что захочет, то и вписывает туда. Зачем? Зачем все это? Ну, значит, смотря про какое будущее говорить, если будущее, о котором мы только что рассуждали, то в нем Конституция нужна, потому что Конституция — это форма договора между... Это учредительный документ, учредительный документ, который принимает общество, учреждая суперкорпорацию под названием государство. Это по определению современного государства. Суперкорпорация, которая должна производить и защищать общественные блага и защищать права и свободы граждан. Вот обязанность этой корпорации. Значит, понятно, по факту сейчас такой в России не существует корпорации. Поэтому, нет, я думаю, что... Может быть, она по-другому будет, конечно, устроена. Есть о чем, так сказать, тут говорить. Как минимум надо возвращаться к тому проекту, который в июле 93-го года был представлен Конституционным совещанием, был представлен Ельцину. Это был более совершенный документ, конечно. Петр Александрович, а давайте поговорим не о том, что будет завтра, а о том, что будет, скажем так, послезавтра. Давайте. Когда-нибудь война закончится, когда-нибудь и режим этот тоже захлебнется и уйдет. Как вы полагаете, а какой должна быть Конституция новой России? Это должен быть принципиально новый документ? Или все-таки будет возврат к старому с какими-то поправками, дополнениями? Я думаю, что не нужно торопиться, потому что... Я считаю, процедура как бы очень проста. Возвращаться не к тому, что было принято 12 декабря 93-го года, а к тому документу, который подготовил Конституционное совещание. Потому что на документе, который вынесли на голосование, конечно, лежат родовые травмы трагической осени 93-го года. А тот документ этого не несет. И в этом смысле он как бы более здоровый. Немножками вперед принят. Головка вперед. Так вот, а потом уже думать серьезно о новой Конституции и обсуждать ее как следует и прочее, и прочее. Дело в том, что очень важно, чтобы эта Конституция оказалась нужной всем, чтобы все воспринимали, вот теперь у нас есть наша Конституция, которую мы хотим защищать. Дело в том, что Конституция может защитить только то общество, которое состоит, и защитить свою Конституцию. И это очень важно. Нужно, чтобы мы стали таким обществом. Да, Георгий Александрович, я правильно понимаю, что, в общем-то, как-то прописать вот эту осознанность своей Конституции невозможно. Невозможно никак ограничить вот этой Конституцией гаранта, который хочет стать авторитарным лидером страны. Только через собственное вот осознание того, что это твое. Не просто осознание. Дело в том, что дистанция между реальной жизнью и формальным документом, какой бы это ни был документ, совершенно гигантская. И в этом смысле никакая Конституция не является абсолютным гарантом. Гарантом является только общество. Оно должно защищать Конституцию, чтобы она защитила их, как я уже сказал. Поэтому нужно, для этого нужно, чтобы она принималась как своя, как начало новой жизни. А как вам кажется, почему вот эту Конституцию 93-го года общество российское не признало как свою? Ну, это более-менее понятно. Это почти риторический вопрос. Потому что она, конечно, воспринималась не как результат выражения, ну вот не как договор нас, общества, с ними под названием государства, вот этой корпорации, а воспринималась как результат драки между двумя фрагментами политической элиты. Это, конечно, не могло. Хотя потом пользовались с удовольствием этой Конституции. Есть масса примеров и прочее-прочее. Были случаи, когда ее противники говорили, ни в коем случае нельзя на предпосекательную Конституцию, например, в 98-м году. Но, тем не менее, она не рассматривалась как своя. Конечно. Именно из-за политического фона, на котором она принималась. Вопрос к вам не только как к теоретику, но и как к практику. Путин сегодня сказал, что пресс-конференции не будет. Этот вопрос мы сегодня задаем нашим зрителям в чате Ютуба. И к вам тоже хотели бы обратиться с этим вопросом. Почему пресс-конференции в этом году не будет? Я вижу только одно объяснение. Там уже чувствуют, что политическая реальность уже настолько изменилась, что сделать естественным, хотя бы для какой-то части, значимой части, тех, кто будет смотреть такую пресс-конференцию, естественной эту пресс-конференцию уже невозможно. Она уже из ушедшего времени. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Георгий Сатаров был с нами на связи, президент фонда Индем и один из авторов Конституции. На самом деле, Георгий Александрович, наверное, вас надо поздравить с Днем Конституции, с этим праздником? Я с удовольствием принимаю это поздравление, хотя я не являюсь автором. Я являюсь членом этого Конституционного совещания, а там их несколько сот было. Ну, что вы. Это уничтожает понятие авторства. Спасибо. Спасибо вам. Причастность. Всего доброго. Если вы впервые на нашем канале, пожалуйста, подпишитесь на него. Здесь много интересного. И, конечно, ставьте лайки этому видео. Так его увидят как можно больше людей. Ну и колокольчик не забудьте нажать, тогда вы точно не пропустите новые выпуски. А также напоминаем, нам крайне важно, интересно ваше мнение. Поэтому пишите его в комментариях. Мы все читаем. Субтитры сделал DimaTorzok